Пару дней назад я листал западный ютуб и наткнулся на давно известный мне подкаст NoJumper. Это место, где свои первые интервью давали культовые персоны вроде Тентесиона, Суисайд Бойс, Лил Яти и многие другие. На этом канале выходили не менее культовые влоги. День с праймовым Лилпампом, Джу Сворлдом и Триппи Рэдом. А также ранние клипы Лил Пипа и других артистов золотой эры Саундклауда выходили на данном канале. В конце апреля на его подкаст сходил наш русский парень с Урала Александр Шоколай. Ты понимал, особенно в моей деревне, а я из Большого Истока, это поселок уже городского типа, тогда бы просто поселок. Чтобы ты там надел узкие штаны, это пи***ц, всё. В составе дедкор-группы Слаутер Тупривейл. Если вы интересуетесь металлом, то наверняка знаете, кто это. Хотя вполне вероятно, что можете не знать Александра и его группу. Дело в том, что сольный проект Alex Terrible и группа Слаутер Тупривейл куда успешнее за границей, чем в России. В частности, в Австралии у ребят огромное количество фанатов. В ноябре прошлого года они собрали Солдаут. В мае собрали Солдаут в Денвере. Выступал на одной сцене с иконой андеграунд-рэпа Тэг Найном. Группа Слаутер Тупривейл попала на обложку одного из самых авторитетных журналов мира, посвященных тяжелой музыке Револьвер. Их трек засветился новой частью Call of Duty. В общем, на Западе группа куда успешнее, чем в России. И на самом деле русских музыкантов, которые куда успешнее за границей, чем на родине, с каждым годом все больше и больше. И вполне логично, что вы знаете не всех. Я уже выпускал видео на эту тему в начале года, и вот подоспела вторая часть артистов. Уверен, многие из треков, которые я покажу в этом видео, вы слышали. Но скорее всего, даже не предполагали, что это сделали наши соотечественники. Начнем сразу же после короткой рекламы. Ребята, желаете стильно одеваться, но ваши любимые бренды ушли из страны? Рекомендую проверенный магазин кроссовок и одежды hustle.rf. В наличии более 5000 кроссовок по самым вкусным ценам. Редкие и эксклюзивные модели, которых вы сейчас нигде не купите, либо потратите в три раза больше. У хаслов материал и качество не уступают оригиналу. На сайте только реальные отзывы покупателей. Но самое главное, у них есть бесплатная доставка и оплата при получении, если товар не подошел. Просто возвращайте обратно. Специально для вас хаслы предоставили промокод FLEX, который дает скидку в 40% на все. Ссылочка в описании под видео. Когда-то Нина Крайвиц подрабатывала промоутером Секрет Петр Первый. Теперь же она один из самых востребованных диджеев мира. Показывала целый перформанс на главной сцене крупнейшего фестиваля Каачелло. Сыграла диджей Сет на Великой Китайской стене. Владеет собственным лейблом Trip. Она подарила внешность и голос персонажу из игры Cyberpunk 2077. Также написала специальный саундтрек для внутриигрового радио. Но как ей удалось добиться такого успеха? Девушка родилась в Иркутске в 89 году. Ее отец был меломаном. Оттого в доме было множество пластинок самых разных жанров. Ребенку очень нравилось во всем этом копаться. И эта цена переняла любовь к музыке. После окончания школы девушка переехала в Москву, где училась на стоматолога. Параллельно с учебой подрабатывала журналистом в различных музыкальных изданиях. Организовывала концерты звездам. Брала интервью. Окончив медицинский вуз в начале нулевых, целых три года проработала по специальности стоматологом. Один год почти бесплатно. Зубным в школе. В первой половине дня она лечила зубы. А во второй подрабатывала диджеем в различных заведениях столицы. По ее словам, первый сет был провальным. Она вышла на сцену. Начала ставить музыку, которая ей искренне нравится. Толпа при этом становилась все меньше и меньше. В итоге осталась только одна Нина и пустой зал. Да-да. Именно так. Не было как в сказке, что она пришла в диджеинг, и сходу крупные залы, все качаются, обожают ее, нет. Все шло постепенно. К середине нулевых ее имя стало узнаваемым. Она все лучше ощущает аудиторию. И со временем становится одним из главных диджеев не только Москвы, но и всего СНГ. В 2006 прошла отбор и смогла побывать в Академии от Red Bull в Австралии. В то время это крутейший проект «Музыкальный кэмп», где собирались самые талантливые, но не очень известные артисты со всего мира. Они вместе работали над собой, подсказывали, обменивались опытом. РБ оплачивал дорогу, еду, проживание. В общем, кайф. И весьма жаль, что в 2019 году они закрылись. Первый успех, уже как у музыканта, пришел с релизом трека «Pain in the Ass», который попал на сборник Deep Train. К началу десятых Нина стала востребованным диджеем во всем мире. Ее сет из Берлина имеет целых 6 миллионов просмотров на ютубе. Также есть многомиллионные сеты из самых разных мест. Так получилось, что Нина своими убеждениями попала в западную повесточку. В 2013 году в рамках проекта «Beat Fin the Beats» она навела шорох, поскольку отстаивала феминистические ценности. Она хотела сломать убеждения, что жесткая техно не могут играть женщины. Девушка получила большую поддержку и сломала данный стереотип. По версии журнала MixMag стала главным диджеем мира. В 2019 году заняла 60 место в сотне лучших диджеев планеты. Попадала на BBC Radio и дважды вела там и Sessional Mix, что является большим достижением в ее нише. Хоть цифры прослушиваний на музыкальных площадках не такие большие, но мы видим, что слушателей на Spotify у нее почти в 10 раз больше, чем в Яндексе. На сегодняшний день Нина остается востребованным диджеем. Развивает лейбл Trip, где собраны близкие по духу артисты. В начале 2022-го ее захейтили украинцы, потому что она выбрала молчание. Не высказалась с осуждением событий на Украине, а просто делала свое дело. Ее выступления требовали отменить, даже петиции создавали. В итоге под давлением общественности Нину отключили от голландского дистрибьютора Clone Recordings. Однако ее выступления за рубежом продолжаются. Ближайшее 30 июня в Барселоне, где она заявлена хедлайнером. В марте этого года One Heartу исполнилось всего 18. А два года назад он написал Ambient Heat, с которым у многих будет ассоциироваться этот год. Будучи школьником, из небольшого городка в Тамбовской области начал писать музыку. За его плечами была музыкалка. Мелодиями он увлекся с детства. Благодаря большой коллекции дисков отца в самых разных жанрах, One Heart впитывал все это многообразие. И еще тогда понял, что хочет делать акцент именно на атмосферное музло. Первые треки он скидывал в беседу класса, где над ним посмеивались, говоря «Ну какой из тебя музыкант? Лучше к экзаменам готовься». Однако Дима не воспринимал это близко к сердцу и продолжал упорно писать песни. В один из дней в чате по интересам он знакомится с Женей Райденши. У них сходу завязывается творческий союз, и первой же демкой от Жени стала мелодия для Snowfall. One Heart доработал эту песню, сделал сведение и отправил на иностранный лейбл, за которым давно следил. Однако этому лейблу не заходили ранние работы от Димы. В случае трека Snowfall, лейбл сходу увидел потенциал в песне. Они взяли трек, начали промы. Да, были начальные прослушивания, но рост быстро остановился. Казалось, что песня больше не соберет. Но внезапно, через 3 месяца, весной 2022 года, трек начинает дико вируситься в ТикТоке, а потом и на всех музыкальных площадках. Это было максимально удивительно. Все же Ambient не самый коммерчески успешный жанр, плюс Snowfall не самый позитивный трек. Однако он душевный и попал в настроение многим. Диме даже писали люди, мол, раз ты пишешь такую музыку, возможно, у тебя есть ментальные проблемы. Поделись, я помогу. Выслушаю. После трека Snowfall ранее и новые работы от Димы привлекли большое внимание аудитории. Сейчас он имеет 8,5 миллионов слушателей только на Spotify. Snowfall набрал 600 миллионов прослушиваний, остальные треки от 20 до 130 миллионов. Больше всего его слушают в Турции, Индонезии и Бразилии. Интересно, что успех сына так вдохновил отца, что он тоже решил писать музыку в похожем стиле и не менее успешно. Его псевдоним Лидвейв. Сын купил бате оборудование, показал из-за работы в FL, накинул плагины и всё. На данный момент у отца Уан Харта почти 2 миллиона слушателей на спотике. Есть песня на 50 миллионов прослушиваний. У Димы там ещё младший брат подрастает, так что, возможно, нас ожидает целая династия эмбиент-артистов. В июле 22-го советский мультфильм «Остров сокровищ» обрёл новую волну популярности благодаря западной аудитории. Один из пользователей ТикТока выложил отрывок из мультфильма, а дальше наложил фонг-трек от Ghost Face Player Why Not. Ghost Face Player — это русский саунд-продюсер Макар Фадеев. В этом году ему исполняется 23 года. Его трек идеально подошёл под великолепную походку доктора Ливси из мультфильма. На Западе доктор стал мемом, примером для подражания из-за своей непосредственности. Плюс он физически очень развит. Стал новым гигачадом. С доктором Ливси лепят игрушки, рисуют новые версии советской классики, выпускают нарезки с ходьбой доктора на множество часов. И всё это сопровождается песней от Ghost Face Player. Видео с доктором Ливси набирают десятки миллионов просмотров, а соответственно и саундтрек ходьбы получает всё те же огромные прослушивания. Доктор Ливси наглядно показывает, как важен грамотно выстроенный образ. Это понимает и исполнитель Адам, поэтому в своём творчестве он делает акцент на данную составляющую. Артист утверждает, что спустился с неба. Что он хочет, пока что непонятно. Но в треках уже успел рассказать о своих земных похождениях. На земле Адаму, видимо, не понравилось, ведь он уже успел стать отцом. И как мы видим, ребёнок тоже необычный. Лицо скрыто под маской, хотя сам Адам утверждает, что маска – это и есть лицо. В общем, это удивительный персонаж. Чтобы понять, что происходит, нужно это увидеть и услышать. Все ссылочки в описании. На данный момент только на Спутифай у песни солидные 185 миллионов прослушиваний. Другие песни парня также имеют свыше 50 миллионов прослушиваний. Интересно, что в России у него не так много слушателей. На том же Яндексе почти в 10 раз меньше, чем на Спутифай. Однако, судя по лайфстайлу Макара, его подобный расклад вполне устраивает. Группа из Ростова Моторама популярна за рубежом. Прямо сейчас у них проходит тур в Китае. Они дико популярны в Латинской Америке. Только в Мехико ребята собирали зал на 3000 человек. Если зайти в профиль ребят на Спутифай, мы видим, что топ-5 городов, где слушают Мотораму, все 5 городов Мексики. Что касаемо их репертуара, все треки исполняются на английском. Начинали с постпанка, сейчас перешли на New Wave. В целом, узло группы сложно отнести к какому-то конкретному жанру, поскольку намешаны самые разные стили. В своем творчестве показывают связь с Ростовом. Это наблюдается в символике группы. Их самые популярные клипы состоят из нарезок советских документальных и художественных фильмов. У них есть видео на миллионы просмотров, подавляющее большинство комментариев под клипами на иностранных языках. Популярность за рубежом ребята начали обретать с 7-го года, когда их треки на MySpace собрали огромные прослушивания в Мексике и Перу. В 2011 году они впервые выступили в Мексике. Изначально члены Моторамы были согласны давать концерты бесплатно. Просто вы нам организуете перелет, дорогу, еду и все. Мы готовы. Но с подписанием на французский лейбл, увеличением числа слушателей, концерты наконец-таки начали выходить в плюс. Также они закрыли свободное скачивание песен. В первое время у ребят возникали проблемы с организаторами из Латинской Америки. Часто они обманывали, скрывали реальную прибыль, завышали цены на выступления. При этом гонорар становился все меньше и меньше. Один из промоутеров концертов в Коста-Рике вообще взял весь гонорар и свалил в США. Оказалось, что он обманул не только их, но и другие группы. Благо уже 6 лет у Моторамы есть стабильный и честный локальный промоутер, который делает ребятам концерты в Аргентине, Мексике, Чили и других странах. Многие ассоциируют данную песню Интер-Ворлда как саундтрек легендарного Сигмы, ставшего мемом. Но мало кто знает, что этот хит написал русский. Парня зовут Иван Белозеров. Фонки он с 19-го года. Изначально были локальные успехи. Вплоть до трека Метаморфозис в ноябре 21-го года. Само собой, он не сразу получил такой буст. Но со временем и с популярностью и обожанием Сигмы, песню стали все чаще ассоциировать именно с персонажем Патрика Бейтмана. И пошли сотни миллионов прослушиваний, начиная с августа 22-го года. На пике трек набирал миллион прослушиваний каждый день. На данный момент у песни 610 миллионов прослушиваний только на Спутифай. Также другие треки от Ивана имеют крутейшие цифры. Также трек попал в чарт-билдборд в танцевальном разделе. В Яндекс.Музыке у Нервинта 800 тысяч слушателей. Цифра солидная. Зато на Спутифай в 5 раз больше. 4,5 миллиона. Каждый месяц его слушают 70 тысяч человек только в Стамбуле. В среднем 50 тысяч в трех разных городах Индонезии. 42 тысячи в бразильском Сан-Пауло. Настоящее имя артиста – Фархот Мусулмонов. В июле парню исполнится 20 лет. В прошлом году у артиста вышел судьбоносный трек «Мемори ребут». Это работа в жанре ретро-вейв. За неделю песня заняла вторую строчку в чарте среди данного жанра. Но рост остановился. Новая волна популярности трека пришла ближе к концу лета. Под песню начали снимать сотни тысяч видео. Прослушивания полетели в космос. Сейчас там 160 миллионов. Песня залетела в американский танцевальный чарт «Билборд» и в течение почти полугода находилась в топе. Песня получилась настолько успешной, что замедленная версия и очень замедленная собрали 50 и 20 миллионов прослушиваний. «Мемори ребут» дала буст и другим работам фары, которые также собрали миллионные прослушивания. Но каких русских артистов, которые куда популярнее за границей, чем в России, знаете вы? Напишите имена в комментариях. Ну а на этом все. Если вам понравилось видео, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, любите рэп и всем удачи!